Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете обзор на все, что появляется в нашей игре. Если вы хотите ничего не пропускать, а в день YouTube отправляет подписчикам не более трех уведомлений, подписывайтесь на оба моих канала и в таком случае получайте уведомления с каждого из них, а я гарантирую вам размещение на данных каналах разных видео, чтобы вы знали обо всем, что в игре происходит. Если на ГСН Геймс до конца недели наберется 10 тысяч подписчиков, мы проведем там прямую трансляцию, на которой через каждые 20 минут будем определять победителя, который получит золото. Ну а еще на том канале вы найдете вот это вот видео, оставляя комментарии, под которым с своим мнением о теме видео и указанием своего игрового никнейма на Евросервере вы становитесь участником розыгрыша на коллекционную машину. Спасибо большое за то, что подписались на оба канала, ссылочки есть в описании, переходите, подписывайтесь, буду вам безумно благодарен. Ну а в этом видосе мы с вами покрутим рулеточку на сертификат на танк 8 уровня. И давайте сразу обсудим цену. В отношении ценников 18 прокрутов обойдутся вам в 13 798 голды. Давайте округлим до 13 800. Что вы за это получаете? Вы получаете себе какую-то восьмерку, и это гарантированно, если получите сертификат, даже на последнем прокруте. Таким образом получается, что самый дорогой, наверное, здесь танк будет стоить, ну максимум 8 500 в голом его состоянии. Всю же остальную голду, а это приблизительно где-то 6 000 золота, вы потратите на несколько контейнеров, собери их все. Но меня радует факт того, что здесь их не просто несколько, а здесь их, ребят, целых 8. И это дает вам возможность собрать в любом случае талисман на 1000 золота. То бишь, уже удешевляем рулетку на 1000 голды, и она вам пойдется, если крутить до конца, в 12 800. Плюс получаете 6 мистических контейнеров, из которых, возможно, что-то получите. Плюс получаете чемоданчик с квестами, из которого вы можете получить квестик, в котором можете получить, допустим, там, мега-контейнеры, либо те же самые бомбические. Ну, тут как повезет, в зависимости от того, что делать надо будет, какой срок вам предоставят на выполнение конкретной боевой задачи, ну и насколько сложна она для вас будет. Кроме того, ребята-разработчики, как обычно, положили сюда совсем немножечко серебра, совсем нелюбимые мною контейнеры с анимированным аватаром. Плюс положили сюда контейнер с обвесом, есть контейнер на атрибут ангара, и, как мне кажется, все вот эти вещи мало интересуют игроков. Напишите свое мнение по поводу данных трех вещей, мне будет интересно почитать. Ну, а еще положили 2 раза x5 в количестве целых 10 штук, что, кстати, довольно круто поможет вам прокачать какую-нибудь веточку, если вы пытаетесь дойти к какой-нибудь заветной десятке. Ну, и положили сюда 11 тысяч свободного опыта, 2 раза по 5,5 косарей. Мое мнение очень простое. Здесь, ребят, ценники вроде бы не сильно большие, и здесь вся рулеточка разделена на такие себе участки, отделенные одним золотым. По моему конкретному случаю все очень сложно, потому что практически все восьмерки здесь присутствующих у меня есть, и в случае, если мне выпадает повторение, и это будет премиумная машина, то я получаю компенсацию серебром. А если я получаю себе коллекционную тачку, то получаю себе компенсацию золотом в 3750 голды. Вот я и определился, в принципе, с тем пороговым значением, на какую сумму я готов крутить данную рулетку. Я хочу хотя бы в минус какой-то существенный не уйти. Если говорить о вот этих вот порогах, которые выставлены по одному золотому, то, ребята, разработчики разделили следующим образом. С первого по восьмой прокрут обойдется вам всего лишь в 1496. И здесь действительно можно покрутить, потому что это по большому счету себестоимость трех контейнеров, собери их все. Ну и, соответственно, в целом нормальная цена за 8 прокрутов. Если мы говорим с вами о прокрутах с 9 по 13 включительном, то здесь, ребята, разработчики заложили цену в 4051 золотой. Таким образом, 13 прокрутов будут стоить уже 5547. И вот тут уже стоит задуматься, крутить до 13 прокрута или нет. 14, 15 и, так уж и быть, 16 прокрут обойдутся вам в 4001 золотой. То есть, до 16 прокрута включительно цена данной рулетки будет 9548. И вот если вы до 16 прокрута включительно все-таки достанете себе сертификат на восьмерку, то вы в любом случае будете в окупе, потому что вместе с восьмеркой заберете каких-то дополнительных приблудочек, плюс заберете себе так или иначе каких-то контейнеров, из которых хоть что-то да выпадет. Ну что, ребят, давайте начинать крутить рулетку. Давайте посмотрим, насколько везучим будет мое утро. Открываем. Открываем первый шаг рулетки. И за 50 голды я, скорее всего, получу 50 тысяч серебро. Да, вот вам. Пожалуйста, никто и не сомневался. Кстати, по шансам. В отношении шансов, шанс выпадения главной награды составлял 0,24%. И сейчас составляет уже 0,27%. Ну, шансы я просто заранее посмотрел, но забыл их озвучить до первого прокрута. На все остальное тоже шансы не так уж и велики. И, как вы видите, на свободный опыт. Целых 20% на кредиты 21,5%. Ну, до этого было немножко меньше, но суть вы понимаете, что в первую очередь вы будете забирать как раз вот эти дешманские награды. В лучшем случае, если вам повезет, вы заберете себе контейнер «Собери их все» с вероятностью 18%, но только один контейнер, потому что три контейнера занимают на себя всего лишь 5% из 100 возможных. Короче говоря, шелуха вам обеспечена на первых пяти, как минимум, прокрутов однозначно. Плюс к тому, я для себя обратил внимание, что если рулетка изначально дает какие-то дешманские награды, то дальше так оно и пойдет. А если в рулеточке с первых прокрутов падает что-то толковое, то, возможно, вы соберете себе что-нибудь нормальное. Получаю один талисман из семи. Талисманов по «Собери их все» у меня не было. Соответственно, на сертификат могу рассчитывать, только если докручу прям рулетку до сбора всех контейнеров «Собери их все». По мистическим контейнерам мне надо 7 мистических контейнеров до контейнера второго уровня, ну а здесь их положили всего лишь 6. То есть, в любом случае, даже если два раза мне мистики выпадут, все равно на мистик второго уровня я не выйду, а на мистик третьего не хватает, по-моему, как раз одного открытого контейнера второго уровня. Чемоданчик с квестом я открывать не буду, потому что хочу это сделать на прямой трансляции, на которую всех приглашаю. Приходите на канал «Вот ГСН» на прямую трансляцию, там этот чемоданчик откроем и вместе будем квестик выполнять. Буду рад видеть всех и буду безумно рад за вашу поддержку. Забираем себе иксы и 355 голды. Чем мне приносят? Ну, давай, удиви меня. Не удивляешь абсолютно. 5500 свободного опыта. 500 голды. Ну, давай, что ли, собери их все, я не знаю. Спасибо большое. Спасибо большое. Хотя бы за один собери их все. Это, в принципе, нормальная цена для контейнера, с учетом того, что три контейнера стоят 1500. Забираю талисман и, в принципе, больше ничего интересного. Забираем. И один золотой. Мы прошли первый участок рулетки и заплатили за этот первый участок рулетки 1496 золота. И тут возникает вопрос. Окуплюсь или не окуплюсь? Даст мне что-нибудь рулеточка такое или не даст? Талисман. Ну, блин, талисманов, как я говорил, мне еще надо и надо. Навряд ли я в ближайшее время соберу. И третий контейнер. Третий контейнер, ребят, что мне дает? Но! Ну, дает мне 100 золота. Какая прелесть. Таким образом, получается, что на первый участок рулетки я потратил 1396 голды. Что я получил? Да, по большому счету, особо ничего. Пишите свое мнение в комментариях, стоило ли оно того и стоило ли рисковать. Теперь сразу следующий вопрос. Идти до 13 прокрута или остановиться все-таки в пределах 3750 голды? А это стоимость машины в случае ее наличия, если это коллекционка. Ну, я имею в виду компенсацию. Так уж и быть, дойдем до 13 прокрута. Но дальше идти не буду однозначно. Не вижу абсолютно никакого смысла сливать голду в унитаз. По крайней мере, в моем случае. Если у вас восьмерок практически нет, то, возможно, данная рулетка для вас окажется, как минимум, просто себестоимостью восьмерки с количеством контейнеров, которые к ней положили в комплекте. Ну, очень дорого сейчас плачу за 50 тысяч свободного опыта. Тысяча голды. За тысячу голды я получаю 5... 10 штук, точнее, х5. Мне кажется, это очень дорого. Реально. 1350 с золотом. И, в принципе, до маза в 150 голды я просто мог бы купить себе 3 собери их все. Но вместо этого делаю прокрут и получаю 5500 свободного опыта. Все, ребят. Последний прокрут на 1 золотой. Дальше вообще нет никакого смысла крутить. Но хотя бы, хотя бы 3 мистических контейнера, что дает мне возможность потом докупить какой-нибудь один контейнер. Ну и в целом собрать себе контейнер третьего уровня. Такс, 100 голды возвращается. Какая прелесть. Слушайте, ну рулетка прям радует меня. Радует окупом по полной программе. Открываем последний мистический контейнер. И давайте будем подбивать экономические итоги. А экономические итоги, ребят, очень простые. Вроде бы все открыл. Вроде бы все. Экономические итоги очень простые. Дальше в моем конкретном случае идти смысла вообще никакого нет. Потому что платить за вот этот участок 4000, а за следующий еще 4250, это бред. Лучше за эти 8 с копейками 1000, а это практически 8300, я лучше просто куплю себе танк какой-нибудь, который выставят на продажу. А не буду пытать удачи достать машину, которой у меня нет, из вот этого вот талисмана на восьмерку. Во что мне обошлась рулетка? Я сделал 13 прокрутов, и, ребят, эти 13 прокрутов обошлись мне в 5547 минус 200 голды, которые вернулись. 5347 золотых я на это все дело потратил. Делать ли вам то же самое? Я говорить не буду. Но я всегда утверждал, что всегда гораздо лучше вместо какую-то рулеток, вместо открытия контейнеров, просто вот так вот зайти в магазин, ну и, соответственно, просто купить себе танк, который вы хотите. Ну вот в данном случае то, о чем я говорил, что за 8250 золота, по-моему, лучше домазать 250 голды и просто взять себе набор с Action X. Кстати, обзор на Action X и на этот наборчик на канале уже есть, ссылочку я обязательно положу в описании. Подписывайтесь на оба канала, буду благодарен за лайки под данным видео и напоминаю по поводу того, что как только до конца недели канал GSN Games наберет 10 тысяч подписчиков, мы будем проводить розыгрыш голды на прямой трансляции среди зрителей. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока!